Малый и средний бизнес на 70% обеспечивает устойчивость экономики. Об этом американские ученые говорили еще в 70-х годах прошлого столетия. Тем не менее, в России СМБ по-прежнему не уделяет должного внимания. С чем это связано и как ментальность влияет на бизнес? Участники 4-го бизнес-форума «Финансирование реального сектора экономики. Новая модель роста» открыто обсудили проблемы и предложили пути их решения. Этот бизнес-форум по праву можно считать одним из важнейших событий в финансо-экономической жизни страны. На его площадке традиционно собираются ведущие специалисты банковской сферы, представители финансового сектора, Министерства финансов и Совета Федерации. Здесь обсуждаются важнейшие вопросы, связанные с поиском дальнейших путей социально-экономического развития нашей страны. Мы не случайно назначили 4-й форум финансирования реального сектора экономики, потому что экономика страны может быть только тогда устойчивой, когда развивается устойчивый реальный сектор экономики. И сегодня вопросы финансирования были затронуты во всем полном объеме. Все разговоры о том, что наша экономика сегодня чуть ли не перегрета, что у нас слишком много денег в экономике, и это приводит к инфляции. На самом деле наша экономика действительно недокредитована, финансовая сфера недоразвита. И поэтому эта тема, тема развития финансового сектора как основы развития социально-экономического, конечно, является крайне актуальной. Но как развивать реальный сектор экономики, когда банки не доверяют СМБ, а малый и средний бизнес, в свою очередь, не пытается завоевать их доверие? Бизнесу нужны длинные деньги, а чтобы получить их, необходимо иметь хорошую кредитную историю. В нашей стране и у игроков малого и среднего бизнеса нет четкой установки – взял деньги, верни, как это принято на Западе. Отечественные бизнесмены в стремлении быстрее получить прибыль часто забывают о своих обязательствах перед банками. Как следствие, банки не всегда готовы инвестировать в их проекты. Бизнес должен быть независимый, самостоятельный. Он должен не думать о какой-то сиюминутной выгоде, а все-таки рассчитывать на достаточно продолжительный срок работы. Отсюда будет создаваться кредитная история. И только кредитная история позволит банкам более адекватно оценивать то, что они вкладывают в виде кредитов в этот самый малый и средний бизнес. Важно и то, что немногие игроки малого и среднего бизнеса умеют представить проект. Есть хорошие идеи, но мало правильных формулировок. Очевидно, необходимо повышать финансовую грамотность предпринимателей и учить их составлять полноценные бизнес-планы. К великому сожалению, у нас сейчас ситуация такая, что много достаточно денег, но проектов, которые можно было бы принять, они достаточно проработаны. Проработаны, увы, их очень-очень мало. Другой острый вопрос, какое участие должно принимать государство в развитии малого и среднего бизнеса. Эксперты сходятся во мнении, бизнес должен быть независимым. Государство обязано предоставить лишь условия для его развития. Именно государство должно подготовить базу для инвестиционных проектов. Нельзя строить завод, если нет дорог, если нет подключения к электричеству, если нет связи, если нет газа. Если государство это обеспечивает, организационными методами, финансовыми методами, это уже не важно. Важно, чтобы государство обеспечивало инфраструктуру. Тогда будут инвестиции, тогда будет развитие реального сектора. То есть государство сейчас должно отвечать за подготовку бизнеса, а уж результат бизнес, думаю, даст сам. Среди важнейших задач государства – изменение законодательной базы. Финансовый сектор нуждается в масштабных системных преобразованиях. К сожалению, есть большая проблема отсутствия законодательства, которое бы обеспечило проектное финансирование. Надо убедить власть в необходимости системного, комплексного изменения ситуации в финансовой сфере. Нужна системная модернизация финансовой сферы, включая налоговые законодательства, налоговую систему, включая систему, я уже сказал, институциональных инвестиционных фондов, включая вопросы, связанные с проектным финансированием, вопросы, связанные с созданием институтов, инвестиционных банков и так далее. Коллеги высказывали, какие законодательные документы подготовлены, какие нормативные акты подготовлены. И сейчас речь идет о том, что их, безусловно, надо в ближайшее время принять для того, чтобы они помогли и малому, и среднему бизнесу развиваться. Без этого невозможно. Большие надежды специалисты связывают в частности с принятием нового гражданского кодекса. Первое, что, я надеюсь, серьезно изменит в принципе ситуацию в экономике, это принятие гражданского кодекса. Мы все ждем новый гражданский кодекс. Если наш новый гражданский кодекс будет современным, будет адаптированным к международному гражданскому праву, то есть надежда, что мы начнем действительно строить правильную экономику с точки зрения гражданского права. Плюс к этому принятие гражданского кодекса позволит принять новые законы по тем или иным вопросам уже на базе современного гражданского законодательства. Кроме того, в чем мы уверены, что будет в ближайшее время, совершенно очевидно, власть будет уделять огромное внимание развитию малого и среднего бизнеса. Это вот совершенно очевидная вещь. Но даже несмотря на это, говорить о реальных подвижках в области развития СМБ и, как следствие, стабилизации экономики можно будет лишь тогда, когда предприниматели научатся быть ответственными и смогут работать на перспективу.